всем привет яблочные эксперты сегодняшнее видео я вам расскажу о автономности ios 16.1 добро пожаловать на канал apple эксперт с вами владимир друзья система работает стабильно никаких нареканий я здесь не вижу все в принципе отлично работает никаких фризов никаких багов флагов не наблюдается поэтому можем проверить также настолько хранилище iphone здесь у нас все быстро прогружается никаких фризов у нас нету давайте перейдем в раздел аккумулятора то есть включим заряд процентов видите немножко анимация изменилась теперь у нас светится остаток и точно также принципе комфортно здесь все работает никаких фризов нету отрубаем выходим все можно зайти в сафари куда-либо пускай у нас прогрузится информация youtube канала к примеру все довольно быстро грузится все комфортно и опять же никаких нареканий не вижу опять же выбирать только вам обновляться или нет те показатели которые вам сейчас покажу они могут разниться от ваших даже точно такие же модели могут вести себя по-разному потому что потребление по-разному у каждого свое кто-то может играть кто-то нет и так далее так далее но тесты вам сейчас покажу в предыдущей версии а и 1603 кто перекатился на 16 один соболезную на iphone 8 у нас меньше автономность также на iphone и все 2020 года меньше автономность iphone xr у нас немного прибавилось iphone 11 iphone 13 iphone 12 также как и у меня меньше автономность буквально здесь 18 минут здесь ну короче нормально так на минут так 30 почти 30 минут меньше автономность поэтому ребята ситуация вот как такая вот как видите сами а так в принципе плюс-минус кто-то добавил несколько минут кто-то 10 но незначительно также в geekbench тестах производительность выросла то есть вот как то так выбирайте что для вас важнее мы видели система у нас вроде стабильная по автономности на такая просевшая по крайней мере на моем iphone 12 сами видели показания по 6 устройствам где-то прирост где-то конечно же минус и значительный минус это не на какие-то там минуты десятки минут возможно на некоторых устройствах сами можете сравнить посмотреть поэтому рекомендую вам если пока еще доступно вам 1603 на устройство где автономность хуже можете откатиться назад если же хотите быть на этой версии если у вас испытываете такое как перенагрев устройство греется можно исправить двумя способами это переустановить айвас через пк именно через айтюнс либо же сделать жесткую перезагрузку всю это в принципе достаточно для того чтобы поправить но напоминаю вам что у вас есть еще целая неделя чтобы откатиться на 1603 она более также стабильная никаких призов там нету ничего принципе вот как-то так если вам это было полезное видео подпишитесь на канал прожмите лайк оставьте позитивные комментарии напишите какое у вас устройство и как она держит автономность дальше больше скоро увидимся